И вот здесь поэтому кавалеры ордена Святого Георгия, медали Святого Георгия и оружие Святого Георгия, выходцы из этой земли, из Ингушетии. И вот когда вы пройдете это, почитаете, посмотрите, там вот это вот все увидите. Экскурсовод подробно рассказывает туристам, какие исторические моменты отображены на мемориале памяти и славы, где хранится память обо всех героях, павших на полях боя, начиная с царских времен. Здесь высечены имена и подвиги участника Великой Отечественной войны. С особой гордостью показывает туристам памятник последнему защитнику Брестской крепости, который возвышается в центре мемориала. Леонид Синявский в Ингушетии впервые. Он побывал во многих городах страны, но мемориал памяти и славы впечатляет туриста сразу. Я, конечно, в восторге от этого мемориала, от этого места. Даже, честно сказать, удивлен тому, что в одном месте отдана память всем, так скажем, участникам жизни этого места, трагедий всех, побед всех. Впечатлен. На мемориале памяти и славы гости республики с большим интересом знакомятся с историей Ингушетии. Рассматривают фотографии и узнают новые подробности о депортации и о событиях осени 92-го. Пережив тяжелые испытания, ингушский народ с мудростью и достоинством воспринимает повороты судьбы. Сестры Наталья и Татьяна давно мечтали побывать именно в Ингушетии. По рассказам друзей, они наслышаны, что это край гостеприимства и красоты. Впечатлило достойное отношение к памяти, к истории и к тому, что было. Это нужно беречь, хранить, передавать из поколения к поколению. Это то, к чему нужно относиться с уважением. Конечно, это все надо знать, надо ценить. И все это горько, обидно, что это было. Но это наша память, наше прошлое. После рассказов экскурсовода, каждому туристу становится понятно, что этот мемориал не просто архитектурная композиция. На территории этих нескольких гектаров хранится почти вся история региона. Особо гостей заинтересовал вагон «Теплушка», один из тех, у которых ингуши выселили в 44-м Казахстан. А вот уже после немцев больше всего было выселено чеченцев и ингушей. Все эти люди приехали сюда из разных уголков нашей страны. Многие из них впервые познакомились с многовековой историей ингушского народа. Экскурсия завершится, туристы уйдут домой, но впечатления от Веденного навсегда останутся в памяти. Микаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24.